Кто бы мог подумать, но сегодня очень сложно скачать хороший фильм из интернета. И дело не в том, что Голливуду наконец удалось потопить маломальское суденышко пиратов. Как раз наоборот, сейчас интернет-пираты переживают свой золотой век. Дело скорее в качестве фильмов, продолжение которым стало выходить быстрее, чем вы успеваете досмотреть этот фильм. Хотя, возможно, я ошибаюсь. И таким образом американские студии как раз и борются с пиратством. В чем же отличие фильма киностудии из Голливуда от работы энтузиаста с камерой в руках и аккаунтом в Ютьюбе? В принципе, если не считать размаха кинопроизводства, то ни в чем. И сегодня, как бы громко это ни звучало, любители могут переплюнуть Голливуд. Как? Поэтапно. Первым делом нужен хороший сценарий. Начать который стоит с... поиска идей. Не стоит пренебрегать этим процессом, так как найти нетривиальную идею и необычную подачу не так уж и просто. Аф, придумала! Русалка влюбляется в юношу на суше, я гений! Кинясь! Русалочка! Быть писателем труднее всего на свете! Очень многие недооценивают значимость сценаристов в создании фильма, и почему-то все похвалы достаются режиссерам и продюсерам, тогда как их работа сводится в основном к визуальному оформлению и общению с людьми. Не любой режиссер сможет внести изменения в сценарий уже в процессе съемок, не навредив сюжету. Для этого он должен очень четко чувствовать персонажей и саму историю, ну или быть ее автором. Сначала у нас была только идея о дружбе шестерых друзей. Мы накидали возможные сюжетные линии, не задумываясь о том, что будем писать о них следующие 10 лет. У нас были идеи сюжетных ходов, шутки и всевозможные завязки. Создавая сцены, которые потом не вошли в фильм, мы думали, что идем верным путем. Каждая из них включает тысячи рисунков, сотни часов записи и правки. Сценарий был очень детальный. Мы прописали подробную сцену с позой зародыша как символ перерождения, отрывающийся трос и слезу на корабле, олицетворяющие поражение. Грамотно составленный сценарий позволяет сэкономить тонны времени, так как в нем четко прописаны последовательные сцены, диалоги и поведение персонажей и их характеры, а также заметки для операторов, монтажеров, осветителей и прочих немаловажных людей. Но составленный по правилам сценарий — это лишь техническое преимущество. Опорой всей картины является уникальная история, о чем в Голливуде за последние десяток лет почему-то почти позабыли. Теперь написание сценария на холмах свелось к механическому накапливанию ярких сцен и искусственному складыванию их в сюжетную линию, в соответствии с тем, что сегодня популярно на рынке. В мрачном будущем. Наконец-то! Фильм про мрачное будущее. Не то что «Голодные игры», «Грань будущего», «Обливион», «Элизиум», «Бегущий в лабиринте», «Район номер 9», «Судная ночь», «Петля времени», «Облачный атлас», «Дивергент», «Инсургент», «Остров», «Мистер Бернс» и «Робот по имени Чапи». Сэр, фильм закончился 20 минут назад. Вы должны покинуть кинотеатр и прийти на следующий сеанс. На самом деле история — это живой организм, который рождается в воображении писателя, и затем строка за строкой приобретает новую форму, которая движется теми путями, какими ей заблагорассудится. В ее основе лежат мысли, чувства и переживания автора, которые он хочет донести до аудитории. Такую основу Константин Станиславский называл «сверхзадачей». Если попытаться объяснить ее на примере произведений, то у Достоевского это был поиск в человеке добра и зла. У Льва Толстого — это самосовершенствование, а у Чехова — это борьба и стремление к лучшей жизни. Я пишу истории о людях и их отношениях, а не о романтике. Придумывая стажера, я поняла, что это будет история необычной дружбы между людьми, которые бы иначе даже и не встретились. Без сверхзадачей произведение остается пустым, поверхностным и неоправданным. Она делает историю понятной для широкой аудитории, несмотря на стиль и жанр будущего фильма. Именно она трогает зрителя за живое, делает сюжет более личным для каждого из нас. Ведь, вспоминая через время фильм, вы можете позабыть основные сцены, актеров или декорации, но вы всегда вспомните, что фильм заставил вас почувствовать. Чтобы улучшить сцены до того, как появится текст на бумаге, отойдите в сторонку и подумайте. Задайтесь вопросами, кто ваш герой, чего он хочет, чего боится, какую цель преследует и куда эта сцена вас приведет. От этого зависит реакция персонажей. Сверхзадача дарит сценарию многослойность, тем самым дополняя ее внешнюю привлекательность. При написании текста также стоит не забывать о таком аспекте, как бюджет, потому что при недостаточном финансировании или при полном его отсутствии, вам придется загнать себя в определенные рамки и обзавестись нескончаемым энтузиазмом. Но порой и этого бывает больше, чем достаточно. Изначально мы планировали, что вернуться в 85-й год Марте поможет ядерный взрыв, но оказалось, что такая съемка обойдется нам в миллион долларов, что для 84-го года было огромной суммой. Поэтому мы пораскинули мозгами и придумали удар молнии, что оказалось даже лучше взрыва. Важно учитывать формат будущего проекта. Согласитесь, сценарий к полнометражному фильму отличается по объему и подаче от короткометражки или от сериала. И, конечно, стоит составить план со сроками и рабочим процессом, чтобы ваш шедевр не затянулся на года. Учтите, несмотря на то, что любая история состоит из интригующей завязки, необходимого развития и оправданной развязки, она ни в коем случае не должна строиться по какой-то волшебной формуле или шаблону. Помните, чтобы начать достаточно неординарные и привлекательные идеи, чтобы закончить нужны трудолюбия и усидчивость. Так что ищите новые идеи, превращайте их в истории и пусть вам повезет. Редактор субтитров А.Семкин